Вот Андрей Николаевич, он живет в Вашингтоне, работает на наши страны, он человек, который лично на себе испытывает очень жесткий прессинг, он не полземейкер, он стал теоретиком, он стал, скажем так, адвокатом, что ли, разных родов, изменений, представления о том, что делает, что не делает в мире, поэтому его точка зрения, как и все то, что мы говорим, является его точкой зрения субъективным, это не законы, это не догмы, это не Библия, ничего, поэтому нам важно, насколько мы оцениваем разные форматы, есть дизрубция интеллектуальная, мне очень важно услышать вначале мнение каждого из Вас относительно тех, этих текст, той семерки великолепия, Николай сам же предвосхитил своим вопросом, когда вот ту дискуссию, к которому он вернулся, потому что действительно на ней необыкновенно, я ее в таком исполнении тоже видел впервые, вот, и у меня тоже есть какие-то соизображения, но я хочу, чтобы Вы вот начали с этого. Ваше мнение о том, модернизация, эстернизация и великолепная семерка, как некий, что ли, масс для страны, которая хочет расти быстрее, развиваться и, собственно, стать тем самым благополучным западом. Я, в общем-то, задал вопрос, дескорее того, что меня смутило, я все-таки увидел противоречие между первыми шестью пунктов, несомненно, я думаю, что первые шесть пунктов ни у кого не вызывают отрицания. Нет, не вызывает отрицание и седьмой, но я бы его разделил на две части. Первая часть, это по содержанию, я согласен, а вот по форме, которая порой приобретает эта защита, наверное, вопрос на сегодня дискуссионный. Вопрос, ведь, я скажу так, это не мое мнение, больше оно налейено моей супругой историей, потому что, как появился седьмой пункт, вот миссионерство, да, многие годы, задавное общество занималось миссионерством, миссионеры продвигали, там, индейцевые, там, на востоке, на юго-востоке, да. Сегодня, наверное, миссионерский путь это очень долгий, и порой, поскольку это путь долгий, нетерпеливые люди говорят, да что-то мы будем в головах чужих пытаться что-то изменить. Значит, загрузим в самолеты бомбы, в десантник, в посаде, и придем и установим там демократию. Насколько вы согласны с таким подходом, если вы согласны? Друзья, друзья, сначала ваша точка зрения, а искусство будет такого, не получится. Поэтому, ведь надо исходить из того, что, кроме всего прочего, да само общество должно быть для того тем или иным изменением. Давайте даже возьмем нашу страну, нашу страну, или постсоветское пространство. Часть, значительная часть общества сегодня не готова к демократии, не готова к изменениям. Почему, если задуматься, я, вот, я, сообщение, много раз говорил о вопрос, а почему сколько лет действительно неизменно правят одни и те же люди? Потому что общество позволяет ему это делать. Украинцы нашли форму выражения своего протеста. Правда, это, опять же, связано с насилием. Поэтому, но, дальше, еще, посмотрите, если, вот, посмотрите, свежий пример, московские протесты. В основном, это молодые люди. Почему молодые люди? А потому что им нечего терять. Это как пролетариатуру, вот, по теории маркетинской. Женя, 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 Женя. По теории маркетинской, как пролетариатуру, нечего терять. У них ничего нет. Ничего нет. А если взять сегодняшний бизнес, у нас в стране, не будем перекладывать на все, на все, по словам, даже у нас в стране, бизнесы сегодня нужны потрясения? Нет. Общество, большая часть людей, которые посмотрели, например, Украину, Ярослав сегодня упоминал, нужны потрясения? Лишь бывают люди. Поэтому, не знаю, это вызывает, вот, больше вопросов, чем ответы. Спасибо, Наум. Ну, я, наверное, с Николаем здесь больше солидарен. Сами семь пунктов, это супер. Это сформулированная дорожная карта, которая должна двигаться любая страна, если она хочет развиваться. Потому что в этих семи пунктах заложено спокойствие, обсуждение, понимание, что большинство и меньшинство, которое идет, оно друг друга поддерживает. Есть какие-то некие противоречия, которые не позволяют разделиться на две колоды. То есть это супер. Другой вопрос, я тоже здесь считаю, когда мы знаем, католицизм двигался в Европу, сжигали, убивали, православие сжигало, убивало. И как только начинали сжигать и убивать, тут начиналось противоречие. Это как эффект сорванного крана, да? Ты его зажимаешь, и чем дольше ты его держишь, тем больше шансов, что он вырвет эта рука. Само по себе, еще хочу сказать, это супер. Вопрос для нашей страны, да, которая издревле считается нейтральной страной. Был хороший фильм, реклама, полусигарет, там показывали, пошли шведы на Россию через Белоруссию, там пошли немцы через Белоруссию, русские на Польшу пошли через Белоруссию. То есть мы, страна, скорее всего, как Швейцария, наши оппозиции должны быть нейтральны, присматриваться к другим. Я не зря задал Андрею вопрос этот, как он оценивает Украину. Я хорошо знаю Украину, и основной источник взрыва это самодурство семьи Януковичей по отношению к бизнесу. 90% причин этого взрыва это насилие, которое вытворили его детеныши по отношению, когда приходили просто нагло, бизнес мой, не нравится, вот тебе столько, в 10 раз меньше. Я не думаю, что Николай согласится с тем, что ему придут, ну, одного отжали, второго, третьего, десятого. Ничего другого там не было. Но народ поддержал это возмущение, потому что тот, у кого отняли бизнес, у него еще работает 200 человек, я считаю, здесь, в нашей стране, такого основы нету. Отжимают, но не бизнес в отношении кого-то, конкретно в отношении кого-то, хотя всем понятно, что есть какой-то заказчик. И у нас так сейчас все больше и больше начинает твориться. И вот это меня беспокоит, потому что мы тут боремся иногда с госконтролем, прокуратурой, не замечаем того, что сегодня 85-90% банкротств объявляют банкам, что вся страна принадлежит банкам, а это та же самая ссора, как Януковичи, а протест выльется в отношении власти, которая, по большому счету, мы вчера видели, Ярослав, твои цифры, самое меньшее количество убийств. Я могу жить в Москве, я могу жить в другой стране, но я живу в Белоруссии, потому что мои дети как в деревне гуляют по городу. Мне нравится то, что творится, мне нравится то, что я могу сейчас легко доехать от Гомеря там, да, но мне не нравится, что бизнес в этой стране стал приобретать некие иные формы, иные формы, где одна команда сильнее другой десятки раз. Проходит пять лет, кредит, который взял Николай, пять лет назад дорожает, эффективность его растет для банков пять-семь раз, а для Николая и для меня нагрузка растет пять-семь раз. И при этом все законы построены в отношении банков, и я уверен, если здесь взорвется в Белоруссии, то взорвется только по этой причине. Окей, спасибо, Андрей. Я чуть-чуть в сторону отойду, и как школьник, да, я сам для себя сформулировал, что такое демократия. Демократия – это законы, правила, принятые большинством, которые обязаны исполнять и меньшинство. В этом уже есть элемент, да, отсутствия демократии. Это все, наверное, на карплее. Потому что меньшинству-то, может быть, полностью не нравятся, да, те правила, которые установило большинство. Но для сохранения общества, сохранения равновесия и развития должен быть орден, порядок. Потому что в хаосе ничего хорошего не появляется и не ловится. Поэтому, когда мы говорим, я плавно так вот витиевато перехожу, то есть вот насилие, насилие, насилие. Каждое утро я сам совершаю по отношению к себе насилие, вставая. Да, совершаю насилие, сделаю себя побриться. Да, вот, совершил насилие приехать сюда, хотя был соблазн, да, взять собаку и пойти гулять по лесу. Бизнес совершает сам над собой насилие, уплачивая налоги, на которые содержится слабая часть общества. Я говорю про идеалистическую картину в целом, да. Вот. Мы финансируем, как государство, свою армию, совершая насилие над собой, забирая, да, от себя и забирая от слабых, от детей, от сирот, да, часть денег, которые мы могли бы распределить, на бесплатного образования, бесплатной медицины. Мы тратим это на армию, на дорогие ракеты, танки, на новый асфальт после парада. Но при этом мы должны понимать, что страна, которая не хочет содержать и финансировать свою армию, будет содержать чужую армию. И вот для меня... Швейцария прекрасная армия, обязательная воинская повинность и там все... Не делайте дезрубцию, пожалуйста. Вот. Поэтому для меня великолепная семерка, она... Да, это маст. Но всегда и во всем. Главное, не перегнуть палку, не переборщить... Извините, на ум, да, то есть... Но Швейцария финансирует свою армию, мы финансируем свою армию, да, и все при этом одним глазом смотрят на Израиль и на их израильскую армию, да, и на их абсолютно военный порядок. То есть есть определенные крайности, есть определенные проблемы, да, или Украина, которая не дофинансировала свою армию, разворовалась, и в результате была не готова даже к внутренней проблеме. Друзья, третий вопрос вам всех, да? Понятное дело, что это просто ложь идеи, такие гипотезы, и для того, чтобы каждый реализовать, нужно много-много работ написать и законы, и все прочее. Вот даже если мы отбросим это, да? Дисколько право базирующего справедливости? В Белоруссии, вот, вопрос, который, собственно, вот возник, да? В 94-й год, люди приходили по-другому справедливости и равности, да? Борьба с коррупцией, это все, собственно, вокруг этого хотелось. С вашей точки зрения, получилось ли с нашей, из позиций лидера страны, то, что он задумывал 25 лет назад? Вы сегодня смотрите, 30-35 лет, 20 лет, и думали, блин, хороший аппарат, я вот это хотел, получилось, это хотел, ну, еще там, 800 лет нужно ходить, там, или сколько, разделение властей, ну, да, у нас, типа, там, что-то есть, но я же должен быть в стране хозяин. Вот, это у вас, в первые и нижние. Вот, вот, эти вот, хотя бы три пункта, ну, и юридичное равенство людей, как вы думаете, рассуждает глава страны, анализируя 22 лет, и думая о том, какую конституционную реформу проводить, потому что она уже декларирована. Николай, Николай, я не пришел к власти, я обещаю, я не дам вам демократию, я не дам вам равенство, я не дам вам там справедливости. Это все были лозунги, которые он говорил. Я не знаю, он верит в это, как он их верит, получается, но по факту сегодня, Женя, Женя, но по факту, когда он говорит, друзья, тихо, когда он говорит о том, что сегодня должна быть конституционная реформа, он понимает, что что-то прошло не так. Да, но, понимаешь, когда, вот, надо возвращаться к тому, сколько человек должен находиться у власти. Месяц, год, пять лет, или два, потому что вы же, каждый любит себя, да, и каждый своим властям может оправдать все. Ну, не получилось немножко с верховесным правом, но это же война была во благо общества, я же хотел как лучше. Замутина. Разберение властей, но опять же, я же должен собрать все вместе, вот, скатабинуть власти, для того, чтобы мы рванули вперед, и завтра все решили. Так не работают. Вот. Но, к сожалению, к сожалению, если мы пойдем по каждому пункту, в каждом из них что-то не получилось. А если сегодня заговорили о конечном право, я ссылаюсь, опять же, недавно интернет, община, когда он там, в республике высказывается, ну, сколько вы будете писать письма, например, со своими, каждый со своими проблемами обращаться в совет, президенту, идите в конце концов в суд и решайте проблемы в суде. Слены Советов тоже самое в этом разговоре присутствуют. После этого был совет и разговор, да, и там тоже члены Совета состоятельные белорусские почти олигархи говорят, что ну да, у меня же есть юридические отделы, я решу любую проблему. Ну, юридические отделы его с его деньгами решили. А рядовой предприниматель, а рядовой гражданин решить свою проблему. Есть сегодня верховенство закона? Отдельные вот те материалы, которые появляются в печати, и которых мы знаем, они вызывают вопрос. Все-таки, наверное, чтобы немножко выпустить пар, сегодня будет вестись разговор о разделении властей, да, о том, чтобы дать все-таки больше полномочий нашей законодательной власти. У нас же все, у нас же перемернут деньгер. Исполком определяет, что делать совету, какие решения принимали. Казалось бы, совет должен собрать и сполком спросить, а что вы сделали? Мы вам приняли бюджет города Витебска. Как вы его исполняли? Рассказывайте, как вы наполняли бюджет, куда вы тратили деньги, а так же все на год. и сполняли бюджет. то же самое, тебе вопрос. Ну, если позволит, я напишу одно слово, только одно слово. Не масса. Одно слово. Нише. Не, не, ну, вот сюда, внизу, да. Я не очень хорошо знаю английский, да, цикл. Знаете, я много раз бывал в Израиле, если в Израиле собираются три еврея, то будет четыре меня. Если собираются три адвоката, то будет четыре меня. Белоруссия 20 лет назад была очень простой страной. Собираются три человека, да, и примерно говорят об одном и том же. Я много побывал во всех странах мира, но мне нравится ментальность Беларуси. Все же можно договориться. Сегодня собираются три Белоруссия четыре меня. Это первое. Почему я бы вот этому пункту сдал бы самую главную оценку? Вообще идеализация того, что верховенство права базирующего на справедливости работает хоть одной стране мира, я подверг бы сомнений. Ну, потому что я бывал в Штатах, бывал в Германии. Если у вас огромная корпорация с огромным штатом юристов, то вот это слово simple законы пишутся не для справедливости. Законы пишутся теми, то ими пользоваться как правило не будут. Это законодательная власть. Законодательная, да? И когда прописывают, говорят, хотят как лучше. Помните, что нам нужно? Хотели как лучше, получилось как всегда. Так вот, здесь вот заложен проблемный вопрос или денег, или верховенства власти. Вот я власть, я победу. Попробуйте судиться с государственным заводом. А попробуйте посудиться в Штатах General Motors. Замучают 25 лет судами. Кое-кто подает там на Мальборо выигрывать суды, но они идут по 12 лет. Это какая-то юридическая бесплатная контура, держит 12 лет человеком, который заболел онкологией от сигарет. Я бы не идеализировал этот мульт и понимал только одно. Здесь спасет только то, когда в законодательной власти будут люди способны формулировать очень просто и понятно. Но когда выходит из закона? Моя подруга была председателем комитета законодательства, когда закончился их комитет, когда закончился их как он? Слово участвовал. Они объявили, что они за 4 года приняли 4000 посудок каких-то законодательных я спрашиваю людям, послушай, но человеческому мозгу больше 10 запомнить нельзя. Какой нужен был штаб тех, кто разъясняет, объясняет и так далее, чтобы понять то, что вы написали? Вот мое мнение о успехе любой страны зависит от того, если она хочет изменить и она будет применять в принципе цифру. И пример один запомню я могу сказать. Мы сидели, вышли, взяли госпандарта, знаете, чтобы работать в этой стране, нужно иметь этот сертификат, это, и за все надо платить. Я ему говорю, послушайте, есть простой пример. Цифру. Все, что обязательно, все лицензии даются бесплатно, все, что не обязательно, платно. Слышишь? Так я говорю, да. Тогда количество разрешающих документов уменьшится тысячекратно. Примените этот принцип на любом другом пункте и вы получите вот эту страну. Спасибо. Андрей. 25 лет. Успешно с точки зрения Александра Ютушенко? То есть ему удалось сделать то, что он хотел? А если не удалось, смотрите, если, смотрите, он рассуждает так, ну в принципе я с задачей справа. Но есть какие-то проблемы, которые я хотел бы адресовать через конституционные изменения, через, думаю, послушайте, вот он эти все принципы создает, он окажет, ну вот, это мы не берем, это мы не берем, ну вот, здесь что-то нужно покрутить где-то, вот, покрутить. О, так, у нас есть новая история, да, и есть новейшая. Вчера Юрий Федорович вспоминал, так, как он говорит, прошлый век и позапрошлый, вот, а мне, Ярослав, хочется вспомнить, мы с тобой были тут на одной лекции вдвоем. Ну, где? Семь с половиной часов. Ты так интимно говоришь, Вот, поняли, да? Семь часов 20 минут. Ладно, не придирайся. Стройки уловы были. А кто еще был? Семь часов 20 минут. И преподаватель. И преподаватель, да. Вот. Как вам сказать, почему я говорю лекция, почему я назвал это лекцией, потому что у меня ощущение, что я, школьник, студент, сижу перед профессором, который рассказывает, что он сделал, с чем он сталкивался, как он решал эти вопросы, с какими людьми он общался, как добродушный пожилой профессор, который устал-устал, да, все вокруг его не понимают, на кафедре одни дебилы, за кафедрой тоже дебилы, вот, да, то есть, да, но он профессор, он ректор же по совместительству, по совместительству еще и повар в этой же университетской столовой, то есть, вот он вынужден делать все за всех, да, и в целом, то он был такой, во многом извиняющийся, очень часто. Я бы хотел другой, но нет уже. поэтому, несмотря на то, что было очень холодно, да, уши пришлось вот так вот развесить, вот, и общее впечатление, да, действительно, он что-то хотел, он что-то то, но, как всегда, свита виновата. Народ попался, не ахти, да, вот, свита виновата, и в целом, да, окружение-то, ну, вокруг, ну, тоже не ахти, страны, обстановка, я вот про это, про внешняя среда. Вот, но, Ярослав, ты знаешь, да, моя позиция нейтральная, я вообще стараюсь с зубами держать, когда, когда без тебя. вы знаете, но могло быть намного хуже. Беларусь могла, да, потерять свою независимость, исчезнуть с карты земли, Беларусь могла потерять свою индивидуальность, которую она до сих пор, как бы так и не дооформила, вот, Беларусь могла стать такой, как вам сказать, бедной, нищей, ободранной, с раздолбанными дорогами, с непокрашенными фасадами, с отсутствием культуры, с бандитами везде, да, то есть, мы были, мы были на краю всего этого. Поэтому, вот, то, что вот эта великолепная семерка, нет, этого не случилось с нами пока, но мы настолько внутренне подготовлены к тому, что вот еще шажочек, да, и это само у нас растетет, то есть, это как садовник, то есть, он уже вспахал землю, он уже выпал с серняки, он уже посыпал удобрения, положил туда луколицы гладиолусов, да, и нужно всего лишь три месяца подождать, когда они зацветут. И так уже 12 лет, минимум, причем, сагнация. Друзья, спасибо, значит, сейчас вопросы, комментарии с аудитории. У меня такой вопрос, может быть, панелистам, Ярославов, насколько все эти пункты, все по отдельности, все в частности, совместимы с государством всего общего благосостояния, с социализмом, с этатизмом. Я не вижу здесь ничего, что бы противоречило четко какому-то, устроить какого-то большого государства. И, в принципе, если Украина пойдет по всем этим пунктам, которые мы не все далеки, у нас есть демократия, есть отчасти индивидуализм, верховенцы права людей, мы все равно не будем успешными. Я про это буду отдельно говорить на нашей панели, но я думаю, что всего этого недостаточно. И атлантизма, и разделения властей, и всего прочего. Нужен еще самый главный пункт, это капитализм. Он должен был быть здесь. Я, вот, моя такая вот точка зрения, что этого как раз и не хватает в докладе. Спасибо, спасибо. Еще замечание вопроса, я понимаю, что это, ну, комментарии. Вадим, потому что страна не может быть сильной, если у нее слабая экономика. Сильная экономика гарантирует сильные институты власти, сильное общество, защищенность и да. Да. Я тоже люблю. Поэтому, поэтому вот это вот фундамент. Да. Это же не марксизм, это фундамент. И вопрос, как это называть. Марксильный фундамент. Окей, Вадим, Вадим. Вадим. Друзья, в первую очередь, это индивидуализм. Понятно, что это как бы абсолютно говорили там, гуманизм это чуть позже. Сначала появился индивидуализм, да, гуманизм это там вторая половина 20-го века придумали, после второй правой. А вот с индивидуализмом? Друзья, давайте послушаем, что вы друг друга перебиваете. Давайте. Это же не российское переведение. У меня вопрос про индивидуализм, потому что культурный год, он тормелся тысячелетиями, давайте 15-й веком, 17-й веком, и культурный год как раз таки, вот про индивидуализм он формировался в Англии, мне тоже понятно как, а у нас он формировался искусственно, принципиально другой, и время перейти с одного года на другой, ну, он достаточно большой, он и так максимально состроен. И вопрос следующий, вот, если мы избираем этот пункт, что в этом пути, вот, да, он долгий будет. Какие шаги, вот, вы видите, если мы действительно туда должны идти, и должны мы туда идти? Спасибо. У меня в продолжении походка есть и можно, если никто не возражает. А можно ли вот это ответить? Я тоже хотела бы сказать об индивидуализме. Мы пошли дальше, рассматривая, в общем-то, изменения ситуации в нашей стране. И пришли уже там, в общем-то, и к атлантизму, и к демократии даже не станем. Я хотела бы сказать, в какой мере в нашем государстве, в нашей стране, в республике Беларусь, мы можем говорить о каком-то праве человека, одного конкретно взятого, да? То есть, быть рассмотренным как субъект с правами, со свободами, за необходимость... Это просто сомнение или вопрос? У меня, мне хотелось бы, чтобы мы здесь в аудитории выяснили, каким образом оттолкнуться от печки, от индивидуализма в нашей стране, чтобы человек стал действительно ценностью в нашем государстве. Вопрос получал частью Лёня, потом будет Ваши комментарии и ответы на вопрос. Запущены заводы, колхозы, благодать, но не дают уроды народу процветать. Беларусь во многом живет как содержанка России. Периодически изменяю ее с другими, но все равно это основной источник и основная надежда, и основной вектор. И что ждет Беларусь? Станет ли она частью России? Это может случиться в любой момент, потому что наши долги растут, положение ухудшается. И в связи с этим те дружеско-вражеские отношения между Беларусью и Россией получаются такими, что, может, и не нужна нам даже вообще сейчас армия. Потому что это огромные расходы на ее содержание. Может быть, нам, как Коста-Рика, отказаться от этого направления? Тоже мнение панелистов хотелось бы услышать по этому поводу. Спасибо. Давайте попробую начать. Мы с вами сейчас прекрасно выглядим. У нас разные стрижки, разные маникюры, разного цвета одежда. Несмотря на то, что Ярослав пытался одеть все черное. Это уже индивидуализм. От индивидуализма одной личности, индивидуализм группы, индивидуализм страны. Идет по развитию. Невозможно выскочить на индивидуализм страны, целого общества, если нет индивидуализма у каждой личности. И сразу перескакиваю на непонятный для меня атлантизм. Понимаете? И потом отвечу на вопрос Леонида. Вот, атлантизм. Для прояснения, Леонид, Грузия, Украина и, собственно, военные конфликты. Да, я прекрасно это все понимаю. Понимаете, но для меня вопрос. Мы маленькие. Маленькие всегда должны быть либо совсем независимыми, прям вот тут независимые-независимые. Бедные, гордые, да, и безо всего. Вот. Либо они должны находиться в дружбе, в согласии с крупными, которые рядом. Мы не можем выбирать себе соседей. У нас есть Европейский Союз, у нас есть Россия. У нас два соседа. Вот. Ну и Украина, которую штормит. Вот. Если мы говорим атлантизм НАТО, да, про это идет речь, да, или мы говорим сложившееся от Екатерины, от Петра Первого, да, сотрудничество в рамках Российской империи, Российской армии. Вот. Либо то, либо то. Мы там все равно будем подчиняться чужим правилам. А вот без разницы, да. Вот. То есть мы будем плясать под чужую дудку без права своего голоса. Какая разница? Вот. Поэтому у меня лучше не спрашивать, да, в какую армию я хотел бы пойти. Да, ни в какую. Ни в какую. Вот. А насчет вопроса я, честно, всегда везде, даже в очень высоких закрытых кабинетах говорю. Чем иметь большую бестолковую армию, не мобильную, устаревшую, лучше иметь маленькую, компактную, профессиональную и как угодно ее можно назвать. Погран войска со спецотрядом, там еще как-то. Потому что, по сути, да, мы имеем вообще три армии. МВД, да, сама по себе армия и погран войска. Ну и плюс секретная тарелка. Ну, это должно быть у каждой страны. Спасибо. Знаете, я всегда как-то, я не очень верующий, но в Библию, то читаю и слушаю иногда выражения в Библии, получается, ответ. Шаббат, да. Я же отдыхаю. Это, знаете, советская песня. Раньше думай о родине, а потом о себе. Как нас научили в советское время, что слово индивидуализм, это страна, а мы при ней. Я в армию шел честно. Защищать родину, отслужить, если надо, я бы стрелял в своих правах. И, наверное, в ту родину я бы воевал. Не знаю, как там военные были. Но в Библии есть пример, почему евреи вышли из Египта. Они были индивидуальны чужой стране. Это были не бедные люди. Миллион людей, вышедших из Египта, вышли с золотом, если кто-то правильно читал. И никогда евреи не были с лопатой. Это были раскрывчаки, торговцы, это были ремесленники, зажиточный слой. Очень не бедных людей. Что их объединялось? Мы хотим жить в своей стране, в стране еврея. Что такое Беларусь сегодня? Я считаю, индивидуализм вот здесь в семье не зря первое настроено. Если мне это удобно и мне это выгодно, то это выгодно стране. А мы ставим вопрос наоборот. Если это выгодно стране, тебе должно быть, ты должен поддержать нас всех. Что-то здесь наоборот. Американец, в первую очередь, думает о себе. Немец думает о себе, о своей семье, о своих детях. И я пойду воевать за тех, в первую очередь, если не обяжут. Если это нас объединяет. Я в этой стране имею все остальные шесть пунктов. Индивидуализм в основе успешной страны всегда будет. Я был в Швейцарии, многие были в Швейцарии. Что такое швейцарская армия? Я вас умоляю. Ополчение, да. Но у каждого под кроватью лежит винтовка. Что такое Израиль? Многие видели. Идут ребята в пятницу на шаббат домой с автоматами, сидят в кафе. Вот мы только что с них не кушаем. Им доверяем, им доверяем. Потому что и страна, и он, одно и целое. Вот я считаю, не зря, Ярослав, вы поставили точку зрения индивидуализма впереди. Надо понимать одно. Удобно Александру Григорьевичу, согласен. Но может быть неудобно мне. И мне становится некомфортно. Почему бегут сегодня из Бреста, из Гродно, из Могилевской, Гомельской области в другую сторону. А некомфортно. Давайте сделаем так, чтобы приходит иностранный инвестор, араб. Я прошу прощения, ему вот так. Приходит инвестор белорусский. Ну что ты, Николай, тут задрал. Мы тебе и так что-то дали. Тому все бесплатно. А Николай, если сделают скидку или мне 10%. Мы же тебе подарили 10%. А я думаю... Мы тебя 3 года не проверяли. О, мы тебя 3 года еще не проверяли. А сейчас проверим. А корабль не ходит на проверку. Я считаю, индивидуализм это главное, наверное, фундаментное слово, чтобы мы перестали быть вот этим народом советским. И когда мы станем... И Александр Григорьевич будет понимать, что не только его дети прекрасные внуки, да? Но и мои дети такие же прекрасные и все остальные. А если мне позволяют 9 месяцев блокировать любые доходы, и говорят, ты же накрал, где-то уже положил деньги. Я говорю, если накрал, то посадите. Ну кто имеет право ограничить меня на 9 месяцев любых доходов? И нужно было влияние прокуратуры, КГБ и так далее, чтобы кое-кто убрал руки от моего кармана. Я к чему хочу сказать? Политика это очень много. А вот этот термин индивидуализма, это основа. Спасибо вас за это слово. Дмитрий, мы в отношении вопросов. Есть вопросы, которые вы получаете? Мне кажется, что вот все-таки, если сравнивать советский период и нынешний период, вот этот путь у нас противоречий меньше всего должен вызвать. Сегодня каждый из нас правил выбирать страну проживания. Я своему приятелю говорю, который много лет прослужил в салон-блоке, все время у него тут все плохо, тем не менее он работал за границей, и он говорит, что все тебе мешает, собирается и убежать. Нет, я там никому не нужен. Поэтому, как это нас правило делить? Нужен он, не нужен. Соблац и уехал, выбрал другую страну, таких сегодня много, к сожалению. Поэтому, что касается военно-патриотических писателей. Правильно было сказано, что нравится нам или не нравится, но мир разделен, мир разделен. Между крупными, влиятельными силами. И то, что происходит в Украине, это же не Украина. Это противостояние между одной и другой цивилизацией и одной и другой системой ценностей. Сегодня Завьян обновил убеждение Путина, отсюда понимают русский мир и все остальное. Особая миссия. Поэтому, наверное, вот здесь, опять же, я как человек, послуживший лет 15, имеющий определенные навыки и познания, могу сказать, что мы с Викторией как-то были в Тунисе. Много лет тому назад. Едем, на весах с камыша, два бойца сидят с ногами тут на этом самом, на поясе. Спрашиваем, что это что? Это наше войско. Говорят, у нас с одной стороны левее, с другой – Алжир. Мы ни тех, ни других победить не можем. Зачем нам армия? Мы к этому относимся вот так, как вы видите. Поэтому из этого я и скажу, что да, такой слойблог, который сегодня есть в стране, конечно, он в стране не нужен. Он больше нужен для внутренних решений, внутренних задач. На взгляд сегодня с него власть подлежит. Чем давнее? Алексей, это вам сразу. Я не буду говорить про индивидуализм, но до сих пор никто не спорил с одним из этих семи конкурсов. Мы это обсуждаем. И если Ярослав считает, что мы какого-то рода опинемейкеры, то давайте подумаем о том, как эти пункты мы можем сделать у нас, в нашей стране, лучше. Я готов стоя аплодировать Науму за его концепцию симпл. Все, что должно быть, получено, делаться бесплатно. Все, что может быть, получено, пожалуйста, хотите сделать за день. Ну, смотрите, пункт верховестного права, базирующегося на справедливости и чатахниках. Подделение власти и ограничение власти первого лица. Мы с Ярославом год назад на прямом себе проекте записывали передачу. Было исследование ГАРП «Плюс Незревью» и экономик бывших советских республик. И разделились они на два больших класса. Успешные и не очень успешные. И автор статьи сделал очень интересное наблюдение. Анализировал и пришел к выводу, что успешными стали те страны, где законодательство... Вот тут есть юристы, вы что-то поправьте, если я где-то в терминах неправильно. Успешными стали страны, где законодательство прямого действия. Неуспешными, как Беларусь, как Украина, как Россия, где законодательство отсылочного трактования. Есть закон, и его можно трактовать вот так, можно трактовать так, можно так. Нет прямого действия. Поэтому, если мы приложим свои усилия, свои возможности, таланты, ресурсы для того, чтобы в Беларуси законодательство морфировало в сторону прямого действия, это будет решение и пункта 3, и пункта 5. Никто не сможет трактовать для МАЗа один закон по одному, для ИП по другому. Никто не сможет позвонить по телефону и сказать, Михалыч, ты вот этому, пожалуйста, землю бесплатно дай, а вот этому минус 10% и не больше. Будет прямое действие, прямая надпись, прямой смысл. Спасибо, Саша. Часто с Ярославом, когда мы напрямую все разговариваем, я употребляю такое, что у белорусов мутовское сознание. Поэтому, когда говорю про индивидуализм, мне вообще не совсем понятно, где его не хватает. То есть вот как раз с индивидуализмом сталкиваюсь просто каждую минуту, каждый день. А вопрос заключается в том, что, и нам здесь как раз хорошо сказал, что кто-то у нас есть более индивидуальный, кто-то менее индивидуальный. И вопрос, то, что Леша сейчас тоже сказал, что вопрос решения главенства закона, он немножко тут меня обогнал, на самом деле где-то наиглавнейший и самый решительный. Потому что сейчас я внимательно наблюдаю за тем, что происходит на Украине. И могу сказать, с одной стороны радуюсь, а с другой стороны с большой долей вероятности слабо чего получится, потому что там такое же хуторское сознание, которое... Вопрос, а вокруг чего объединяемся? Вот что выйти и что объединится? Могу сказать, пускай, если взять меня как отдельное маленькое государство, я пока нашел в Беларуси только одну объединительную мысль. Ну, кроме дополнительного, что должно быть для главенства закона, даже в маленькой группе, даже среди трех евреев, чтобы не было четырех мнений, надо понятное правило. Это первое, что я привел. Вот. И второе, на сегодняшний день в Беларуси уверен, в Украине то же самое, хорошо работает. Выгодно, невыгодно. Если невыгодно, то зачем мне напрягаться, я лучше пойду посплю. Вот. А когда меня приходит, назовем государство, и пытается напрячь, чтобы я чего-то кому-то делал выгодно, хотя мне это не выгодно, вот здесь возникает вопрос, а зачем это? Вот. И один из важных моментов, который бы я сказал, мы можем сколько угодно много обсуждать, но чаще всего, опять-таки, вот я даже в своих выступлениях говорю, самая большая сложность, что мы ждем, что кто-то нас придет, и наши права будет отстаивать. Отстаивать. Вот я могу сказать свой опыт. Пошел, посудился я с райисполкомом, два года с ним судился, но зато теперь все здороваются. Поэтому, может, все-таки начать с индивидуализма, не ждать, что Александр Григорьевич, или кто-то придет, станет другим президентом и начнет отстаивать наши права. Не будет. Понятно. Галина Автополова. Знаете, я вот сегодня первый раз услышала вот эти семь институтов. Для себя я понимаю, что это интересная такая вот вещь, иерархия или там, я не знаю, ориентиры, да, которые могут быть, но ведь люди об этом не знают. Я хочу задать вам вопрос. Все-таки двигаться нужно, просвещая людей, что эффективнее для продвижения, скажем так, в эту сторону гражданское, или там, как общество, просвещенное в этом отношении, или все-таки формирование лидера? Лидера, который потянет. Вот я ищу ответ на этот вопрос. Спасибо большое. Не буду говорить о философии, но фихты, активность человечества, я. Вот многих натолкнул на мнение, я обосновал о лидерстве. В 905 году возникло ротарианское движение, и вот фраза общественно выше личных интересов, по сути дела, была индивидуалистическим посылом, когда доказывало, что тебе выгодно, когда общество вокруг тебя процветает. И оно может процветать, когда ты опять лично активен. Отсюда пошла филантропия, благотворительность, ротарианское движение, и даже ООН создан. У Горбачева 33,5 года назад меня обозвали предпринимателем, Лигачев тогда. Почему? Потому что я был как кооперативы, был как, как на духе это присутствовал. Как кооперативы решили, записка Андропова, создавать кооперативы, и, так сказать, Робков ставил слово, ну как же, у людей ничего нет, что объединять? Надо личное создать, потом идти уже к кооперативному движению. И на самом деле, все начинается и от основы лидерства, с активности я, с создания вот тех самых кирпичиков личности, из этого могут быть группы, общество, страна, значит, и все другие ценности. Спасибо. Значит, час, три минутки и краткие ответы на то, что вы, значит, услышали, друзья, и самое главное, вот мы стоим на пороге некого там конституционного изменения, скажем так, да, так или иначе будет ревития. Я не знаю, какой беден он будет. С вашей точки зрения, да, вот, потому что мы, вот эта сеть, так или иначе посвящена одному вопросу. Нам хотелось бы вернуться на траекторию высокого долгосрочного экономического роста для того, чтобы и благосостояние было, и бизнес был, и там люди не уезжали, и пенсионерам было хорошо. И в контексте вот тех проблем, которые есть у нас, которые вы прекрасно знаете, да, в контексте того, что у нас есть руководитель, который с вероятностью 99% получил 84%, да, Может, мы спекла. Ну, мы об этом можем спекулировать. Чтобы прогнозировать и будет ближайший год-два, особенно вот контекст, кто сказал про Россию? То же самое, это тоже фактор дезрупции для нас, для существующей власти, не для белорусы. Белорусы правильно сказать, куда тусовались армии, куда тусовались армии, а есть Кремль, которому вот этот тусочник доел по определенным моментам, и он же не хочет такого старого режима. Поэтому вот ваш прогноз был на ближайший год-два с точки зрения возможности чего-то адаптировать, для того, чтобы опять-таки вернуться вот к тому же росту, который был и в Белоруссии был, там Андрей говорит, 7% и в Белоруссии был рост, 7% на протяжении 8 лет. И мы два раза удвоили УВП, 95-й и 2005-й, 2005-й и 2008-й, в долларах удвоили УВП, а с 15 метров до 60, это факт. А потом вот, понимаешь, получается, человек ушел, развивался, подумал, оба-на. И он вот, как правильно Андрей говорит с этими великолепной метафорой, с посаженными растениями, он посадил в китайский парк, он посадил в модернизацию на программу, он посадил в кучу проектов, и он ждет, пока все взойдет. Оно не всходит и не всходит, год проходит, год проходит, оно же сгнило, понимаешь, он все ждет. Как делать так, чтобы, собственно, это все как-то, пожалуйста, не было. Знаете, вот, деларом есть удивительная противоречия существует на сегодняшний. Если говорить, Ярославка, когда в Боргородск пришел, на этот период, когда все стояли на рынках, в палатках, торговали, и страна росла. Ну, большая часть, учителя, врачи, да, инженеры грамотные, экономика росла. Вроде сейчас не стоят, вроде должны пойти работать, а экономика не растет, понимаете. Поэтому мы хотим, с одной стороны, мы хотим улучшения жизни реальной, а с другой стороны, хотим поменьше платить налога. Как-то уйти в тень, сохранить эти серые схемы. Если вас забирают 70% от заработанного, ну, это естественное желание не делать. Совершенно естественно. А как же это, конечно, закон? Нет, подождите. Закон суровный, но он закон. Нет, нет, нет. Рождествен, нет, 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 нет. А вот это, конечно, праведливость, праведливость, праведливость. А вот неправедливость у вас тоже нарушена, потому что прав. Есть отдельные индивидуумы, которые закрывают, потом он говорит, 18 миллионов откуда-то досталось под кроватью, там, из сундука, выплатил и опять на свободе. Хорошо, проекция, два года, через два года, что будет? Я часто говорю, что, что сделаем для того, чтобы вы коронавируете, давайте вернемся и возьмем опыт 80-х. Оперативы первые. Они как на дрожжах возникали, делали все. Расты? Тем не менее, вот то количество свобод, которое было у бизнеса, оно порождало и количество, и качество бизнеса. Сегодня, к сожалению, эти свободы ограничены. Если говорить про роль личности, индивидуума. Знаете, у меня порядка 500 человек работают. Я каждое утро прохожу, у меня там свой маршрут, все меня видят. От уборщицы и дворника до главного инженера. Каждый может задать свой вопрос. И то, что мы с вами обсуждаем, большей частью этих простых людей абсолютно неинтересно. То есть, вот элита общества, тех, кого волнует наше вытье, это очень небольшая часть. И отсюда уже, вытекаясь следующее, просветительская рода. И без каждого из тех, кто немножко больше знает и больше интересуется, все-таки объясняйте людям на простых, понятных для них примерах. Как? Что нужно делать? Поэтому без длительских качеств, без личностей, мне кажется, все равно не обойтись. И тут правильно звучали слова, что ведь, смотрите, как консолентировалось наше общество, элита общества после того, как зазвучали голоса о том, что может быть нам углубить интеграцию, углубить наше объединение с большим соседом. И всех это сразу взволновало. И здесь удивительно нашлось, вот и правые, и левые, да, все вдруг стали консолентироваться вокруг этого вопроса. То есть, один из аспектов, казалось бы, мы забыли все о своих государственности, о своих корнях, о своем языке. И вдруг, и вдруг все появились, и у нас были и пожеланы. И может быть они не в такой форме, как Украина, и за все это не менее. Ну, Николай, наверное, вот концовку сказал, я бы отсюда и начал. Знаете, надо подытожить то, что прожил, да? Страна 20 лет. Действительно, как вы сказали, 25 лет. Последние 12 лет мы топчемся. Мы не знаем, что делать. Был простой путь, simple, мы его шли просто, легко. Но сильно страна, когда была активна, когда индивидуализм был важнейшим, то есть, мне было пофиг для страны. У меня был какой-то бизнес, я зарабатывал, мог поехать 5 раз за границу, да, купить машину. Это было главное. Как только мы накопили некие ценности, вот как приводил меня, вы, Николай, землю сделали, удобрили ее. А что садить туда? Китайский апельсин или белорусское яблоко? Любой врач скажет, что нам полезнее, полезнее кушать местные продукты. Любой врач скажет. Но мы сегодня кушаем китайский апельсин, и это стали садить китайское. Попробовали, что-то не получается, лучше не становится. Попробовали российское садить, что-то тоже не получается. Но и страна-то создана. Что Николай правильно сказал? Все бузят. Я еврей-то бужу, мне кажется, я бы жил лучше в Белоруссии. Которое отдельное государство, которое уважает Евразийский союз, который уважает Европейский союз, который из Европы берет технологии, как брали Россию до 2014 года. А Россия это один и тот же язык. Я там могу свободно торговаться, создавать какие-то бизнесы. Почему должен целовать один за и плевать другой? Я думаю, я бы целовал и тому муху, и жалобу, и по кордотеке, как в Европе все. Думайте, в Швейцарии никогда не было ни в одном союзе. Она ни с кем никогда 350 лет не воюет. У них один плюс стоит на флаге. Очень положительно. Я хочу свободно ездить в Россию, я хочу свободно ездить в Европу, я хочу свободно ездить в Прибалтику, да? Но меня что-то смущает один вопрос. Мне надо через пару дней быть в Прибалтике. А чего они вдруг восстановили производство рафов через 25 лет? Почему закрыли завод? Почему они восстановили электронику производства через 25 лет, закрыв, когда европейские деньги закончились? Мне кажется, у каждой страны, как у каждого дерева, есть свой путь. И вот задача круга, которую вы, я слава богу, собираете каждый год, выработать некие такие пошаговые действия, которые бы не привели к конфрактации с Россией или Западом, а привели к благосостоянию народа. Потому что, вот Андрюша правильно говорит, любая самостийность жиждется исключительно на экономике. Если у вас самостоятельная экономика, вы можете рубля не плевать, но жать руку на раму. Если у него миллион долларов, а у меня доллар в кармане, я буду говорить всегда, извините, господин Сиринов, как вы чувствуете себя, чтобы пожать вам руку. Но если у него миллион долларов, а у меня миллион, или у меня хотя бы 250 тысяч, я могу сказать, здравствуй, да, да, правильно. Я влюбленно очень важен. Я же сказал, от дворника до главной жене. Я знаю вашу демократичность. Я что хочу сказать. Нас очень удивляет страна, что когда страна уже есть, ее дорога, месоциалка и так далее, ну, у нас много недостатков. Но недостатки последние 12 лет, что нам не хватает знаний для следующего рывка. Вот за что благодарю я, Андрей Вас и Ярослав Вас и Андрея. Вы сконцентрировали некие 7 пунктов, которые вот эти 12 лет, если президенту правильно доложить, объяснить. По большому счету, давайте не забывать, что вот это слово, индивидуализм, относится к нему. Я вообще вспоминаю слова одного римского императора. Как хорошо взращивать капусту. Уверен, что если мы могли бы понять, что человек с его ошибками и заблуждениями последних лет допустил массу ошибок, потому что не знал, как по-другому, и мы бы могли гарантировать, как Ерюзельскому в свое время полярке могли сказать, давай, живи. Но если он четко понимает, он и Путин, что не дай Бог понаслабить власть, и завтра будет, как Югославия Смилошевича, мне кажется, нашей стране надо подумать без Запада и без России, как сделать так, чтобы этот памятник не разрушить. Я был в Китае, 6 лет работал. Ни одного памятника Мао Цзэдуну не снесено. Они говорят, это просто наша история. Хорошая, плохая, и мы строимся на это. Спасибо, Андрей. Мало того они хорошо сказали. Давайте примем в законодательство. 30% Мао Цзэдуна плохого, 70% хорошего. И все, все спорты. Так, коллеги, я постараюсь очень быстро и отвечу на ваш вопрос, потому что все забыли про него. Каждый практически ответил по свой. Андрей, давай, давай. Наумно помнил старую советскую шутку. Мало ждали, надо же президенту доложить. Кто помнит, да? То есть там про взятки было речь вообще-то в этой шутке. Вот. Если разодрать все эти пункты, то каждый из них в отдельности ничего не даст. Это комплексное мероприятие. Это актод. Они все вместе должны быть. И при этом этих пунктов должно быть еще больше. И каждый из них разбивается на подпунктики. И там тоже будет спор. А что важнее, что делать первым, что делать вторым. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, и образование важно, и роль Наташи важна, и роль Ярослава важна, потому что каждая НГО выполняет свою функцию в рамках реализации и развития и роста страны. Да, Наташа? Вот. Моя роль важна, потому что я вхожу в кабинеты, я могу сказать, могу не сказать. Роль мудрейшего Владимира Николаевича тоже очень важна, потому что он открывает ногой двери во все кабинеты и в состоянии помирить непримиримых. А для роста и развития Беларуси, для того, чтобы мы, как человек, как живой организм, Беларусь такая же, да, живая, мы должны ставить для себя новые и новые планки и цели. Поэтому, вот это 100 миллиардов, 10 миллионов населения, все по 500, да, то есть это какие-то такие ориентиры планки. Другое дело, что может быть что-то непродуманное, что-то не бессрочное, да, какое-то, после этого нету программы, нету каких-то четких действий, государство не справляется с функцией перераспределения доходов, мотивации, всего остального, но, слава Богу, мы живы, мы здоровы, и мы Республика Беларусь. У меня вопрос к залу, если позволите, если мне позволят задать вам вопрос. Знаете, есть такая притча, да, бросьте меня в камень, камень, кто не делал так, как я, да, опять же, из Библии. Вот я хочу спросить зал, а кто знал 8 лет назад, вот когда мы уже рванули, а что делать дальше? Брататься с Россией, брататься с Европой. Вот если бы мы могли себе ответить в тот момент и прийти и сказать руководитель, скажет, Иван Иванович, вот такой вот жесткий план, я четко понимаю. Вот если вы кто-то можете ответить на этот вопрос, давайте в Кулуарах обсудим. Ответ начальника. Я продолжаю, я немножко скажу. Вот часто звучит у нашей власти, что, а что нам в Европе, нас там не ждут. Так? Могу сказать, что работаем, наверное, сегодня с 30-40 странами, примерно. Европейскими всеми, постсоветскими всеми, с американцами, с Израилем. У нас нет противоречий ни с кем. И когда я тут последний разговор с израильцами, они мне увеличивают заказ, я говорю, что же вы делаете? Весь мир борется с пластиком, а вы увеличиваете заказ. Они говорят, мы просто умеем собирать, перерабатываем сами, а что не перерабатываем, отправляем китайцам. Поэтому отношения надо строить со всеми. И другой посыл, который я говорю своим сотрудникам, стучите и вам откроют. Не будете стучать, никто не будет знать, что вы стоите под дверью. Кому стучать? Поблагодарю вашему министеру. Спасибо. 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 Спасибо.